МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас завтра уже будет эфир. Это студенты Чувашского государственного педагогического университета. Давайте знакомиться. Добрый день. Так, расскажите мне вначале, где учитесь, какой курс, с кем будете? Давай я. Нет, нет, давай я. Дома уступает. На ЧГБУ, да, понятно. Первый курс я учусь на учителя английского и французского языка. Французский у меня второй язык, он начинается только со второго курса. Так что вот, ну, первый английский. Но ты по-французски уже умеешь что-то говорить, да? В школе у нас был элективный курс, поэтому, ну, что-то помню. Давай, давай, что-нибудь скажи по-французски, чтобы почувствовать, почувствовать. Ну, самое банальное, наверное, такое. А перевод для тех, кто не знает. Меня зовут Катя, я живу в Чебоксарах. Действительно, хочешь быть учителем, да? Мне нравится работать с детьми, с маленькими, очень. Я безумно это люблю. И вожата ездила в этом году летом работать. Поняла, что все-таки дети, это мое. Но есть другие сферы, которыми я тоже хотела заниматься. И, наверное, все-таки свою жизнь с педагогикой я не хотела бы связать. Но все равно выбор будет. Тебе еще несколько лет подумать, посмотреть, у тебя еще педагогические практики будут. Да, разумеется. Да, ты будешь проходить и поймешь уже, вдруг тебе очень захочется в школу. Ну, может быть, да, не отрицаю этого. Сережа, а ты на кого учишься, кем будешь? Всем привет, Сильвупле. Настоящий рекламщик должен знать все языки, на самом деле. Я изучаю, я обучаюсь на факультете истории управления и права. И моя, так сказать, профессиональная, ну, моя деятельность, вот мои занятия – это реклама и связи с общественностью. А кем будешь ты, когда? Ну, на самом деле, очень широкая такая специальность, и буквально вот на твой выбор, что тебе понравится. Ну, вот пока что за три курса моего обучения мне понравилось, так сказать, ближе – это работать, так сказать, с массами. Вот я хочу пойти в какое-нибудь телевидение, вот, допустим, где я сейчас присутствую. С массами работаю, с массовой аудиторией, да? Да, 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 да. Как можно больше людей видели и слышали, да? А когда получилось, что именно вы от вуза здесь оказались? Как это случилось? Ну, у нас вообще был кастинг. Кастинг. Кастинг, да. Все серьезно. Очень серьезно. В главном корпусе. Поскольку у нас очень много факультетов, приходили дети, студенты. Я все еще на школьном знакомый, да, дети, ученики. Да, заметно. Студенты с разных факультетов, и у нас было три тура. Первый тур проверяли дикцию, затем… Какой у нас второй был тур? Я даже не помню. А, интервью как раз. Интервью было. На интервью очень такой момент был смешной. Символичный. Символичный, да. Я, получается, один претендент был с вашей командой. Ему давали какую-то роль. Ну, допустим, у меня вот был Алексей Московский. Московский. Человек, приветственный. Был он как раз. И то есть меня поставили… Ты у него брала интервью, получается. Да, да. То есть на сцене мы оказались вместе. Вот сейчас мы вместе тоже сидим ведущие. И последний тур был финальный, и нас просто выставили на сцену. И мы должны были скороговорку проговорить по-определенному. Допустим, как рэпер, как старый препод, что-то вроде того. Какая тебе скороговорка досталась? Там была одна и та же скороговорка у всех. Сунул грека руку в реку, и вот… Я, помню, говорила, как старый преподаватель. Давай. Еще раз. О, на близко повтори, это как старый преподаватель говорит. Сунул грека руку в реку. А дальше не помню, слушай, я забыла. Рак за руку грека цап. И все, я сейчас не помню, я не могу вспомнить, слушай. Ну ничего страшного, очень похоже на такого пожилого преподавателя. Это был преподаватель, да? В смысле? Я думала, я еще хорошая актриса. Хорошая. Ну что, у тебя еще все впереди. Я надеюсь все уже на это. А ты как попал сюда? Начнем с того, что я именно с первого курса, в принципе, тоже, как и Катя, занимаюсь освещением студенческой жизни именно в своем университете. То есть различные мероприятия проходят, вызывают меня. Меня? Сереж, сними, пожалуйста, видео. Корона не упадает, ты меня. Ну и сейчас вот предложили, моя любимая староста, группа Инга, которая меня привлекла, так сказать, за уши, за что я ей благодарен, вот в эту сферу такую активную. Я, в принципе, не мог отказаться, потому что мне вот интересно. То есть у вас есть клиническая СМИ. Может, чуть поподробнее, чем занимается, что? Кстати, вот сейчас личная возможность, может, рекламу какую-то сделать. Рекламу вы будете делать завтра. Хорошо. Ну, у нас сейчас как раз-таки открывается новая СМИ, которую мы организуем на базе нашего факультета, нашей группы. И стараемся, вот сейчас буквально уже месяц идет, у нас где-то подписчиков 200 пока что. Так мало, да? Пока что так мало. Мы раскрутим. Да. Мы, так сказать, работаем над этим, да. Ну, вот, наверное, люди, которые у вас в студенческую, в студенческой СМИ входят, они вам помогают готовить сюжеты, рубрики для программы. Еще как помогают на самом деле. Можете рассказать, да, какая у вас команда большая, то сидите вы здесь вдвоем, а у вас же работает очень много людей. Гигантская команда просто, начиная от Инги, вот, ну, самая главная наша Инга. Вот. У нас есть еще одна пара ведущих. Володин, получается, ребята, которые снимают сюжеты, есть ведущие, которые снимают, ну, сам репортаж. То есть ведущие здесь, ну, мы ведем программу, и которые снимают репортажи тоже. Это, как раз, ребята с кастинга, которые тоже хотели очень, ну, в нашу медиакоманду такую. Вот. Сколько человек входит в вашу медиакоманду? Ну, человек 15. Да, примерно 15-16 человек. То есть мы сейчас с вами сидим здесь в прямом эфире, они там где-то клепают сюжеты, монтируют, да, работают. Прямо сейчас проходит Учитель года, региональный этап, и вот прям там сейчас наша команда снимает видео на завтрашний сюжет. Да. Они будут, точнее, не будут ночью спать, чтобы завтра мы уверены, такие красивые вошли в эфир. Не наложайте хотя бы тут, вы справились. А как вы завтра будете морально готовиться? Вы уже, так, сценарий подработали, там, команда работает, а как вы морально себя настраивать будете? Может быть, есть какие-то приметы? Ну, это как на экзамен, там, монету под пятку положить, и вот легче станет. Я поем. Я просто поем. Очень хорошо поем. Я посплю. Ну, как и перед экзаменом, в принципе. Нет какого-то такого ритуала, наверное? Мы особо даже не волнуемся, но лично я. Пройдет все хорошо? Самое главное для оратора, что это подготовка. Мы хорошо подготовимся, у нас не будет никакого волнения. Ну, а как вы подготовитесь-то? Что вы будете делать? Я сказала, я поем. Она поем, поспит, это понятно. Я буду читать сценарий. Сколько раз нужно прочитать сценарий, чтобы быть готовым и уверенным в себе? Ну, если учитывать при том, что ты его пишешь, мне кажется, раза три будет достаточно. Ну, просто, не знаю, у нас все равно сюжет и сама программа будет, ну, как импровизация, поэтому я тоже, наверное, за такое живое общение. Гостяк есть? Какая-никакая, но импровизация. Импровизация будет хорошая. Все будет хорошо, Сергей. Вот, так что... Я понимаю, что за импровизацию отвечаешь ты, а за сценарий и все по пункту, да, это у нас Сережа. Обидно. Да, по старшинству, да. Я маленькая еще. Я могу шалить, да? Я могу шалить, это тоже работать. Угу. Да. Смотрите, вы завтра будете в прямом эфире вести. Вот послезавтра приходите в ВУЗ на какую-нибудь потоковую лекцию, на переменки к вам подходят ваши одногруппники и говорят, ну, что, как прошло, ну, вот, хорошо, хорошо. А что, да вы не в прямом эфире были? Как так? А как будете доказывать, что это реально прямой эфир? Вам, скажем, в записи выходили. Как будете доказывать? Смекалочку вы включите. Такое интересное вопрос. Да, ну, правда, это жизненная ситуация. Вы придете, а вам скажут, а мы не верим вам, что это прямой эфир. Ну, вы в записи все включили, и все. Ну, у меня, во-первых, одногруппники даже не знают, что я здесь. Завтра все узнают. Все узнают. Да, все узнают, это точно. На встречу вашу погремлю. Ну, они меня, во-первых, знают, как я себя веду вживую, на самом деле. И какие-то мои такие маленькие повадки, поэтому я думаю, ну, нет, это понятно все равно. Когда человек сидит и вот без какого-то текста все это делает. Потому что в любом случае, если не прямой эфир, какая-то запись, то текст заучен немножко. Ну, то есть скован человек получается, да? Не так живо получается, да? Да. А вот тебе какая идея пришла? Я просто вот так вот возьму. Здесь будет время. Да, это время покажу, да? Какой ты хитрый. Ну, да, можно еще какие-нибудь жесты показывать, да, в определенное время. Надо договориться. Вы еще не предупредили, что будете в прямом эфире. Нет, у меня не было времени, я первый курс. Вообще никого что-то не хочешь сказать? Нет, мама знает, бабушка знает. Мама, я в эфире. Бабушка у меня в прямом смотрит. Не знаю. За тарелку сук. Как говорится, когда что-то очень, ну, чего очень сильно хочешь, ты об этом не должен никому рассказывать. Не нужно говорить, да. Да, поэтому и чтобы оно прошло лучше. А ты уже предупредил все объявления, вывесил, у вас, да, везде объявления висят по вызову, что ты будешь в прямом эфире, смотрите программу «День студента». Да, не пропустите, 16.00, включайте телевизор обязательно. Все, развесил уже объявление или еще не везде? Хрепануть хочет. Если что, у тебя сегодня вечером еще есть время напечатать. Сейчас я с ним займусь. Ладно, это вот общее приготовление. А давайте перейдем к сути. Что подготовили вы? Какие-то рубрики, что-то интересненькое для зрителя. Нам нужно сейчас такое заманить немного их. Заманить? Стоит ли смотреть на вас завтра? Давай, заманивай. У тебя хорошо получается. Я знаю, что гость будет. Гость обязательно. В каждой программе будет гость. Вот кто у вас завтра гость? Что будете с ним делать, о чем разговаривать? В каждой программе у нас будет присутствовать довольно-таки интересный гость. Конкретно завтра у нас будет Дарья Исавина. Да. Это участник как раз конкурса, который именно сейчас в эту минуту проходит, в Драмтеатре. Учитель будущего. Она педагог по вокалу, студентка третьего курса у нас, ЧГПУ. Мы подготовили, разумеется, ряд вопросов. Не только по конкурсу, а вообще в общем. Поскольку человек творческий, на самом деле будет о чем поговорить с ней. Это будет очень интересно. Помимо интервью, также есть рубрики тоже. Ну, мы взяли такую тему. 10 вопросов. Сурану. То есть за эти 10 вопросов мы постараемся максимально раскрыть личность, которая будет отвечать на эти вопросы. Мы берем, то есть, как сказать, интересного человека, ну, занимаемые должность в нашем ВУЗе важную какую-то, ну, вот. И будем его раскручивать. Продвигать массу. Продвигать массу. А вопросы как? Сами составляли или из интернета скачали? Конечно, сами, сами, да. Сами, да. Правда, все же составляли. Возможно, 10 вопросов декану будет, ректору, что-то вроде того. Ну, так сказать, давай пока что. Что она должна сказать? Что она должна сказать? Очень хорошая. Да и по старшинству ей говоришь, что нужно сказать. Так же, как, ну, я забыл слово, вот, которое я хочу сейчас сказать. Прямой эфир. А, вот он. Давайте пока это сменим, я вспомню. Ну, нет, давайте еще немного о рубриках, какие подготовили. 10 вопросов, ладно. 10 вопросов, да. Ну, да, это такая достаточно популярная вещь. А поскольку сейчас осень, такая сложная пора, апатия. Да, депрессия, апатия, да. Да, да, очень сложно на самом деле. Вот, мы подготовили такую рубрику. Первая помощь студенту в эти сложные осенние дни. Поэтому не только студенту, да. Да, в принципе, она будет любому человеку. Любому человеку подойдет, да. Потому что все равно ты каждый год проходишь это осень, и каждый год нехватка солнца, это тяжело. И вот, ну, как бы понять настроение. Эта рубрика именно для поднятия настроения. Это не форма прям, там, каких-то очень терминов, вы должны там пить столько-то, только-то. Да, 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 такие-то таблетки, шоколад есть килограммами. Это все будет в такой, ну, юмористической форме, чтобы разрядить обстановку. Ну, то есть у вас такая программа будет не серьезная? Нет. Ну, мы все-таки... Она полусерьезная. Ну, разумеется, будем поднимать вопросы серьезные, но это будет редко, я считаю. Но пока для первого эфира, нам кажется, нужно выйти на такую волну легкую, через шутки, все это расскажем про новости, которые прошли за неделю, за две недели, вообще за сентябрь. Ну, чем живет луз ваш, да? Да, да, да. Потому что все-таки много событий в сентябре произошли. И первое сентября, и пора студенчества. Вот. И об этом всем хочется рассказать, конечно. И во всем этом ты участвовала, да? Я даже в Перловке не могу поучаствовать, у меня нет времени. Что в Перловке не все знают, что такое. Да, что такое Перловка как-то. А на Перловке все первые курсы со всех факультетов показывают шоу, то есть представление какое-то. Сценки, танцы, все в одном. Грубо говоря, 102 сна, только ли первый курс. Только ли первый курс. Не, не 102 сна, да? Да, да. Я там не участвую. Не получается. Нет, может, еще успеешь, кто знает. Да, наверное, успеешь. Я буду стараться, конечно. Потому что активизм, это не то, что даже весело. Именно в университете ты вот раскрываешься как раз в этой студенческой жизни. Ты уже успела понять, когда на первом курсе. Откуда тебе снизошло это? Откуда? Да. Нет, ну просто и в школе как-то старалась, там и волонтерство, и везде, и организации, и мероприятия. Мне это интересно. Я вообще не знаю, что я на инъязи делаю. Надо было на рекламу идти тоже. Вообще не поздно. К тому же все, даже учителя нам говорили, вот вы уйдете из школы в вуз, вот у вас начнется и студвестный, и перловки, и главное учите, и успевайте учиться. Где-то там маленький кусочек для учебы оставлять. В любом случае нужно выбирать просто. То есть или вся учеба, или все-таки больше активизм. У меня факультет достаточно сложный, мне приходится все-таки выбирать учебу. Потому что мне пока тяжело. Первый курс всегда тяжело. Но все-таки ты здесь сейчас. Это получилось случайно. Случайно. Прийти случайно на кастинг? Три этапа кастинга случайно пройти? Вот не надо отмазаться сейчас. Объясни мне, пожалуйста. Вообще спасибо моему классному руководителю за ее слова. На самом деле слова, которые она сказала на выпускном вечере, они прям въелись в мой мозг. И вот если бы я их не вспомнила тогда, в этот день кастинга, потому что мне пришлось даже пару прогулять. Я все думала, прогуливать или не прогуливать. На распутки было, да? Она сказала мне такую фразу, никогда ничего не бойся. Давай. И такие простые слова, они прям повлияли. Пришла. Так получилось. Прошла, ушла. Прошла, ушла. Да, пришла, ушла. Все, ребят, спасибо вам огромное. Я думаю, у вас будет очень большая аудитория. Завтра на вас будут смотреть очень внимательно. Спасибо. Сейчас мы уходим на рекламу. И после рекламы в студии появятся студенты Кооперативного института. Они тоже расскажут, что подготовили для прямого эфира программы День студента. У нас в студии Роман и Ксения. Студенты Кооперативного института. Они проведут прямой эфир программы День студента уже в среду. Давайте знакомиться. Мы с предыдущими студентами из ЧГПУ узнавали по профессии, кто они будут, на кого учатся сейчас. Давайте с вами то же самое. Интересно узнать. Я учусь на юридическом факультете по гражданско-правовому профилю. И пока точно не определил, кем я буду. А если поближе, то мне просто очень нравится активная студенческая жизнь. Поэтому я участвую в различных мероприятиях, КВН, всякие форумы езжу постоянно. Какой курс у тебя? У меня второй курс. Ты хочешь стать юристом? Я твердо решил еще с детства, что хочу стать юристом. Защищать права людей? Защищать права людей обязательно, да. Или наказывать людей за то, что они нарушают права других людей. Что ты неправильно делаешь, да? Да, так тоже. Ксюша, у тебя на кого учишься? Я учусь на экономиста. Второй курс. Направление налоги и налогообложения. То есть я буду работать налоговой. Мне просто интересна экономика, поэтому я решила поступать на экономический. Это же такая сложная область для девушки и блондинки. На самом деле я не блондинка. А, ну ладно. Значит, я одна такая жизнь, да? Вот. Тоже люблю активность. Руковожу волонтерским центром в нашем институте. Участвую во всех активных делах, которые у нас происходят. А как попали вы сюда? Как вот так получилось, что здесь вы... Что они другие, кто-то из ваших... Интуиция подсказала. Иду мимо вуза на каникулах. Так. Душа тянет, тянет. Я не понимаю. Я хочу зайти в вуз. А я захожу. А у нас руководитель по воспитательной работе поменялся. И он мой знакомый говорит. Вот, Ром, такая ситуация. Так и так. Надо будет завтра съездить на собрание на телевидение. Узнать информацию. Что там вообще, как. Я съездил. Мне тут все рассказали. Я узнал. Мне очень-очень понравилось. Поэтому я мало кому об этом еще рассказал. Я сюда приехал потом сам. И вот здесь я сижу. Через знакомого, значит, попал. Да, все-все так. По плату получается. Ну, душа, душа лежала. Сами понимаете. Ладно, все-таки это было душа. Да, да. А ты как так получила, что ведущие тебя выбрали? Да, мне сообщили о том, что вот будет проект на телевидении. Меня это заинтересовало, потому что я год проработала на телевидении корреспондентом. Правда, не здесь, а в городе Лиссасибирске, откуда я родом. Вот я год там проработала на молодежной программе. И меня это заинтересовало. Я решила тоже здесь поучаствовать. А что именно делала на молодежной программе? Интервью брала? Снимала сюжеты, брала интервью, выезжала на всякие мероприятия. Писала тексты. Писала тексты. Полностью, как нужно было, по правилам нас учили. Я прошла школу журналистики перед этим. Потом нас лучших отбирали именно для того, чтобы вести молодежную программу. Она называлась «Молодежная страница». Вот. А у меня душа лежала. Ну, у кого опыта, у кого душа. Да. А у вас есть ваше студенческое СМИ на институте? Наша студенческое СМИ развивается. Есть печатная продукция, есть группа ВКонтакте и есть различные аккаунты в Инстаграме. Ну, как это общими словами так сказал. Какая у вас газета? Выходи, давай поподробнее. Сколько у вас подписчиков в Инстаграме? Да все рассказывай. У нас много уже аккаунтов в Инстаграме, поэтому я не знаю, сколько подписчиков. У каждого объединения есть свой аккаунт. То есть у КВНщиков есть свой аккаунт, у волонтеров свой. Есть общие студенты ЧКИ, также их группы есть общие. Есть различные группы, раздельные, поэтому... А газета какая? Студенческий Вестник. Студенческий Вестник. Писал? Писали когда-нибудь туда? Пробовали перо? А нас точно там писали. А нас там, да, писали. Мы там на ГУЛЯВНО мелькаем. А, ну все, вы уже уровень выше, да? Да, конечно. А что это вы писать будете? Нужно, чтобы писали о вас. Да, да. Что подготовили для завтрашней, послезавтрашней программы? Так ведь? Все правильно. Что подготовили? Какие у вас рубрики есть? Что такое интересненькое? Почему должны на вас смотреться? Потому что, во-первых, мы очень харизматичные и талантливые. Во-вторых, у нас очень интересные гости, не менее талантливые. Кто гость? Кто гость? Расскажите. А вот как раз новый руководитель по воспитательной работе, который пока мало кто знает, он раскроется очень сильно в эту среду. Он придет и все, все вам расскажет про наш ВУЗ. Вот. А следующим гостем, их будет двое, будет председатель нашего студсовета как раз. Вот. А рубрики какие-то подготовили? Может быть, это опросы в ВУЗах? Ну, естественно, у нас будет и опрос, у нас будут и новости о нашем ВУЗе. У нас будет все. Просто главное включить вовремя телевизор. Понятно. Смотрите, у ваших коллег из ЧГПУ уже времени сценарий подбить нет. У них уже завтра эфир. А у вас еще так можете немного расслабиться, что-то вот добавить, убавить. Можете потренироваться. Я предлагаю вам потренироваться сейчас. Да, давайте. На мне потренироваться. Хорошо. Я ваш гость. Можете потренироваться. Вопросы мне позадавать. Вот как вы будете это делать? Харизму примите. Какой главный вопрос, который тебя интересует? Давайте, да, да. Главное переадресовать. Да, да, да. Инициативу переадресовать. Расскажите о себе. Вот как вы пришли к этой профессии? Почему именно вы сидите напротив нас? Очень случайно все это произошло. Ходила в театр. В театре привели кастинг для ведущих Скали на телевидении. Но это не здесь, а в другой республике. А в какой республике вы? Вы из Удмуртии? Да, да. Я была из Удмуртии. Вот так получилось, что я здесь. У меня родственники отсюда. Мама меня здесь взяла. По вам видно, что у вас есть что-то чувашское. Чувашское есть, которое у меня не стоит. Да. Но может быть. Может быть, где-то там в далеких корнях есть. Вот прошла кастинг и попала на телевидение. На Удмуртское телевидение? Да, на Удмуртское. Начально на Удмуртское телевидение, потом мы переехали сюда, в Чапоксары. И здесь тоже попала на телевидение. Вот как иногда может судьба сложиться, смотрите. А кем вы хотели стать до того, как стали телеведущим? Это же случайно произошло. Это да, случайно. В начале была какая-то мечта, какая? Нет, но детские мечты были у всех. Ну да, космонавтом стать. Нет, я космонавтом не мечтала. Я мечтала быть актрисой и одновременно еще в цирке выступать. В цирке? Актрисой. В цирке. В цирке, да. Я тебя извиняюсь. Такая мечта у меня была. А потом я поступила на филфак. Да. Любите ли вы свою работу и почему? Ну, конечно, люблю. Это же очень интересно. Вот сижу с вами. Поменялась местами. Отдала инициативу вам. И как хорошо. Ну да. Очень интересно. А нам просто интересно узнать вас в подробности. Вот у вас... Вы настолько красивая девушка, что я не могу задать этот вопрос. У вас уже есть муж? Есть, да. Сами-то, да? Какие-то личные вопросы вы не задаете. Слишком личные. Ладно. Так. Что еще хотите узнать? Какой вуз вы закончили? А, ну, филфак, но он находился в Удмуртии или здесь? Да, да, да. Глазовский государственный педагогический институт. Звучит очень официально. Да, и там еще есть имени Владимира Галактионовича Короленко. Ну, вы наверняка о нем не слышали. Какой бы вы дали совет нам, как будущему ведущему этой программы? Совет? Не зацикливаться на сценарии. Ну, бывают люди, которые прям нужно от предложения к предложению, вот, все как написано, вести, читать, побольше импровизации добавить. Чтобы оно было живое и интересно. Теперь танец. Нет, так нельзя. Нет, танцевать мы не будем. Ладно. Все, давайте возвращайте мне мою роль, а то я начала уже нервничать. Все, мне расспросили личную жизнь, спросили, все, что делать, куда бежать. Давайте вернемся к вам. Вы сказали, что очень много в активных мероприятиях задействовано. Расскажите подробнее, в чем участвовали. Ты что-то начал про КВН говорить. Я капитан команды КВН Кооперативного института. Ух ты. Да, серьезный человек, между прочим. Очень много времени трачу на КВН. Вот, очень. Что, шутки пишешь? Шутки пишу. Днями, ночами не сплю. Пью энергетики. Просто все. В этом заключается жизнь КВН-щика. Ты приходишь, тебе вывязают шутки. Ты приходишь заново, тебе опять их вывязают. И ничего с этим не поделать. Ой, можно самый банальный вопрос задам? Шутка. Как рождается шутка? Ну, у всех она рождается по-разному. Кто-то может просто сидеть и думать. Ну, у тебя как рождается? А, я просто очень много хожу. Вот, да. Я хожу, и в это время у меня приходят всякие мысли, я их записываю. Потом как-то развиваю. А если сидишь, то мысли не приходят? Нет, вообще ни капли, никак. Нужно обязательно ходить? Да, даже сценарий не могу написать, когда сижу. Все вот так просто. Да. Как у вас называется команда? Так просто? Копер. Наша команда, команда КВН-копер. Копер, понятно. А ты говорила что-то про волонтерство. Да, я руководитель волонтерского центра. Сейчас тоже набираю команду из активистов. Она у нас потихоньку увеличивается. Мы участвуем в различных мероприятиях. Последнее из мероприятий это был конгресс местных властей Евразии. Какое серьезное мероприятие. Да, то есть, также мы ездили на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участвовали в Кубке мира по вольной борьбе среди женщин. Ну, здесь, который проводился, да? Да, и так далее. То есть, в различных, в крупных, в мировых, в российских, в республиканских. Во всех мероприятиях принимаем участие. Ну, а как принимаете участие? Что значит принимаете участие? Ну, смотря на какую роль тебя возьмут. Ну, а ты на каких ролях уже была? Ну, я уже была на ролях направления награждения, гостиницы, регистрация и SWAT-тим. Это те люди, которые мгновенно готовы помочь. Ну, в общем, опыт у вас есть. У вас есть вдохновение, когда ходишь, и опыт в твоем лице. Я думаю, у вас все получится, и у вас тоже будет не менее большая аудитория, чем у ЧГПУ. Естественно. Удачи вам желаю. У нас в студии студенты музыкального училища Инны и Никита. Они будут ведущими программы «День студентов» в четверг. Да. Правильно, да? Так, давайте знакомиться. На кого учитесь? Какой курс? Мы студенты... Чебоксарского музыкального училища. Музыкального училища имени Федора Павлова. На втором курсе оба. Вот. А вместе в одной группе учитесь? Нет, я с вокального отделения. Я с сольного хорового народного пения отделения. Так, то есть кем ты будешь, когда закончишь? Когда я закончу, я буду руководителем народного хора, преподавателем, ну и просто артистом. Просто человеком, который хорошо поет. Да. Народные песни, правильно понимаю. А ты? Я буду тоже педагогом и артистом. И все. И все. Вот так просто, да? Просто и скромно, да. Как вот вы сейчас готовитесь к прямому эфиру, который проведете в четверг? Ой, на самом деле мы очень волнуемся. Мы вообще в предвкушении, как оно вообще пройдет. Да, вот. На самом деле процесс подготовления к этому прямому эфиру очень веселый. Для меня он впервые и мне очень интересно, как он пройдет на самом деле. Ну, достаточно обширная программа. Да. Мы очень готовим интересные темы, на которые можно будет обсудить в программе. Например, какие темы? Например, как прожить студенту на 200 рублей, на 300 рублей. Значит, что, стипендии сейчас такие, что ли? Ну, да, примерно. Ну, не такие же 200-300 рублей. Ну, ладно, это так. Юмористичные такие, да? Да, да, да. Рубрики. У нас будет очень интересная рубрика «Один день из жизни студента музыкального училища». Почему мы взяли вот такой, ну, решили сделать, воплотить это вот? Потому что наши студенты начинают учиться с 6 утра. С 6 утра? Да. А почему так рано? Занятия сами начинаются, конечно, не в 6, а где-то в 8-15, а где-то, да. Но сами студенты приходят, занимаются, то есть готовятся к зачетам по специальности. То есть они репетируют, получается, да? Да. В 6 часов они встают и начинают учиться. Идут в училище. Ну, в 6 они встают, к 7 приходят в училище, и вот так до 8 вечера. В 8 вечера у нас училище закрывается, и то есть вахтеры могут вздохнуть. И вот. Что, наконец-то больше никто не поет вокруг. И ничего не надо. А сценарий уже написали программы? Да. Да, наконец-то все написали, закончили. Или еще что-то там дописываете? Не скоро же еще. Есть где-то, может, корректировка чуть-чуть подкорректировать. Да, что-то можно добавить, что-то можно вычеркнуть. Сценарий писали вы сами? Да. Ну, нам, конечно, помогала пресс-секретарь музыкального училища Абдулкина Людмила Евгеньевна. Да, конечно, и огромное спасибо тоже, что она помогла нам в таком благом деле писать сценарий. Все-таки это непросто. А у вас будут какие-то рубрики, вставки, видео-вставки, да? Да, конечно, обязательно. А их кто делает? Вы же? Или у вас есть какая-то группа? У нас есть студсовет, который помогает нам в этом деле. Да, студенты помогают. Слава Богу, они нам помогают. Да. Да, потому что, мне кажется... У меня с вами на такой момент тяжелый, точнее, так сказать, можно. Они... А вы в этом участвуете? Вы опросы проводите, да? Да. Или у вас разделено разделение труда? Вы ведущие, они только видео? Нет, у нас такого нет. А все общее? Да, все общее как бы. То есть вы все совместно делаете, да? Гость у вас будет на программе? Каждую программу у нас будут гости. Это студенты, педагоги. Вот на первый право у нас придет директор музыкального училища. Белого Устана Владимировна. Да. Что будете у нее спрашивать? Вы спрашиваете? Ну, спросим у нее, конечно же, про ее биографию, где она училась, да? И какие новшества она как бы... Выводит, да? Выводит, да, наше училище. Вообще, как ей работает и не мешает ли, вот, ну, как бы, дела директора в его творчестве? Ну, да, потому что такая вот с творчеством связанная, да. Вот. Вопрос сами составляли. Да. Все, все серьезно прям подготовились. Не скачивались интернетом, нет? Нет. Потому что, знаете, очень интересно узнать ее биографию, так как я... Она к нам пришла только в 16-м году, и когда я поступала на первый курс, она уже была, и я ее вообще не знаю, как бы. И вот мы с Никитой подошли к этому очень серьезно, и сами реально сидели и составляли вопросы. Вопросы по биографии, да. Да. Нам было с вами очень интересно узнать о ее биографии. И я думаю, беседа очень сложится веселая, интересная, и вот. А как получилось, что именно вы взялись за это дело? Вот вы сейчас в студии здесь сидите. Это как было? Там большую потоковую аудиторию пришел, знаете, про лепты по воспитательной работе, и сказал, кто будет, и две руки, и не весь. Как это было? Открою секретик. Давай. Я люблю секреты. На самом деле, меня на этом собрании даже не было. То есть было собрание? Да. Действительно было собрание. У нас пресс-секретарь в большом зале вместе с директорами, с педагогами привела такое большое собрание студентов. Да, прям все курсы собрали, да? Да, 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 да. Ох, как все серьезно было. То есть собрали все курсы, и она сказала, требуется четверо ведущих, то есть двое на чувашском языке и двое на русском языке. Она объяснила все. Да, все объяснила, что это будет все в прямом эфире транслироваться на телеканале Чувашьей. Вот, и я поднял руку, и там еще другие люди, студенты подняли руки. Одна девочка, конечно, не смогла, и я сразу обратился к ней, потому что она у нас очень активная, позитивная. И я сразу к ней обратился. Да. И она сразу согласилась. Ну, меня это заинтересовало, потому что впервые так вот на телевидении, все так интересно, а раньше только танцевала и пела. То есть смена деятельности. Да, и вот именно вот это меня заинтересовало, и поэтому я рискнула и сразу же согласилась. То есть у тебя опыта работы в СМИ нет? Нет, нет. А у тебя? Я работал на ГТРК Чуваши, вел программу на чувашском языке в Шевле. То есть ты такой опытный ведущий, да? Ну, уже не опытный, а уже давно там не был я, конечно. Уже давно, но там с малых лет, конечно, да. Понятно. Интересно. Ну, как он меня поддержал? Он такой звонит и говорит, Инна, вот так-то, так-то вот нужно, вот давай, все. Я такая, Никита, я боюсь. Он такой, да нет, ты что, ты не бойся, все получится, вот, как бы. Я такая, точно получится. Он такой, точно, все, я отвечаю тебе. И вот я согласилась. То есть, получается, ты выбрал себе ведущий, да? Да. Да? Ну, с ней несложно работать. А вы уже где-то работали вместе, да? Нет, просто... Или как? Она была очень хорошая друг. Да, мы вот... А, вы дружите? Хорошо общаемся, да. А, сколько вы дружите уже? Ну, как в ВУЗе и ступили, когда? А, когда поступили, да? Почему-то вот реально мы с ним очень быстро нашли общий язык, вот, и сразу начали общаться. Ой, привет, Аминна, ой, привет, Никита, вот, вот, и вот очень легко было. Ну, то есть, такие дружеские у вас отношения, и это поможет вам во время прямого эфира. Я надеюсь. Да, кто-то запнёт, другой его поправит. Да, поддержит. Поддержит. Смотрите, вы будете в прямом эфире. Я вашим коллегам из ЧГПУ задавала уже такой немного каверзный вопрос. Вам тоже сейчас задам. Вы будете в прямом эфире в четверг, приходите в пятницу на пары, там, где-то на переменке к вам подходят, говорят, а что прямой эфир? Нет, не прямой эфир. Вы были в записи. Вот как докажете, что были в прямом эфире? Наверное, ну, в прямом эфире, когда первый раз мы участвуем, наверное, будут какие-то запинки будут, да? Всё равно как-то вот можно как-то из этого оттолкнуться. Нет, они так не поймут то, что мы были в прямом эфире. Да, они в записи просто не вырезали. Вот как доказать, что вы были именно в прямом эфире и вели прямой эфир? А там же написано будет прямой эфир. Ну, какой, смотри, молодец. Там же написано. Ну, а если кто-то не увидит эту надпись? Не все так внимательно читают по углам, что написано. Да, нет, наверное, будете видеть. Там же в белом сливе написано. Вдруг кто-то не посмотрит. Да? Да, скажет. Я всегда смотрю. Ты всегда всё читаешь. Но у тебя уже опыт есть. И работал на телевидении уже, подмечаешь эти детальки. Вот я действительно сейчас подумала, я не знаю, как я смогу объяснить. Как доказать, да? Да, то, что я была в прямом эфире. Вот как? Интересно. Соображайте, соображайте, смекалку включайте. Как, как? Как? Или сказать, мы в прямом эфире с вами вместе. Ну, да, отметить это. С вами программа «Удин студенты» в прямом эфире. В студии такие-то, такие-то ребята. Да. Студенты такого-то училища. Ну, почти в записи тоже можно так же сказать. Каверзный вопрос. Да, 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 да. Как? Логику включить. На руках у тебя. Часы. Да, можно. Что можно? Что можно? Часы достать, показать, телефон, например. Или в определенную минуту что-то сделать. Да, именно. Да. То есть. Но в определенную минуту сказать, что я вот это сделаю. Вы смотрите, а я вот 16.05, я вот волосы уберу. А, точно. Они смотрят в 16.05, правда, волосы доль. Значит, точно. Потому что так. Как вариант вам. Ну, вдруг вы попадете в такую ситуацию. Я волнуюсь за вас. Вдруг все-таки будет что-то такое. Давайте вернемся к вашему сценарию. Еще немножко расскажите, что готовят. Потому что у вас часовая программа, большая. Да. Что еще интересненького? У нас первая часть программы, наверное, будет. Мы ознакомим вообще телезрителей с нашим музыкальным училищем. Да, за основу мы взяли историю нашей. нашего училища. Мы будем рассказывать про наших преподавателей, про знаменитых выпускников нашего училища. Вот. Мы расскажем о основоположниках. Вот. Потому что вот тут был у вас институт, да, университет, ЧГПУ, да, было? Угу, педагогический, да, был. И основоположник Иван Яковлев, да, ведь? Вот. И все композиторы, первые чуваши, да, профессиональные композиторы именно ученики Ивана Яковлева, они были... И они вот как бы вышли из этой школы первыми профессиональными музыкальными... Ну, как бы первыми профессиональными композиторами. И вот эти вот, например, Федор Павлов, да, был тоже... Степан Максимов. Степан Максимов, да, они все были учениками этой первой чувашской-тимбирской школы. Угу. Вот. Поэтому у нас много... То есть вот такая серьезная история, да? Да. Да, мы решили начать с истории, чтобы потом уже как бы там что-то добавить веселое, но такую веселость, и вот. А из гостей еще кого будете приглашать? Есть? Студентов наших таких, которые... Однокурсников, которые с тобой сидят за одной партой? Можно. Ну, чтобы доказать, что вы в прямом эфире. Да, можно. У нас, конечно, студенты большие молодцы, они участвуют в различных масштабных конкурсах, да? И самых, ну, таких вот, которые вот достигли больших успехов, мы их, конечно, обязательно позовем. Да. А сами участвуете? Конечно, у нас... Мы очень активные. Ну, где участвовали? У нас работает студенческая филармония. Училище. И, например, у каждого выгодные концерты бывают различные. Вот у нас, например, я из вокального отделения, да? Да. Я скажу, да? У нас, например, 28 сентября был концерт со студентами с Натурой Чуваши, ко дню пожилых людей. А, да. Да, у нас работа у них филармония. Вот. И мы, как бы у нас концертная деятельность очень на высоком уровне. А ты в чем участвовала? А мы с хором, получается, выезжаем на все различные правительственные концерты. То есть, я не знаю, почему, вот, ну, у нас в училище столько много отделений, и на все правительственные концерты всегда выезжаем мы. Ну, это интересно. Зато это такой опыт, да. Какое-то большое масштабное мероприятие. Я всегда вижу там имну, всегда узнаю ее. Поддерживаю зала, кулачок держу, да? Сейчас можете обратиться в камеру и пригласить всех смотреть четверг и вообще по будням программу День студента. Вот, предоставляю вам камеру сейчас вот. Дорогие телезрители, приглашаем вас каждые будние дни смотреть нас на телеканале Чавашьень. У нас будет достаточно обширная и очень интересная программа. В 16.00. А мне остается добавить, что это будет свежо, энергично и, безусловно, интересно. Да, каждый будний день в 16.00 прямой эфир ведут его студенты. Спасибо.